6 ноября в Сочи состоится большой вечер бокса, который возглавит бой бывшего обладателя титула регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе Раджаба Бутаева против Фазлидина Габназарова. Напомню, что предыдущий бой Бутаева состоялся в апреле прошлого года и завершился за него первым в карьере поражением. В упорном противостоянии он уступил и раздельным решениям судей Эмантасу Станионису. Что касается Габназарова, то он идет на победной серии из 4 подряд поединков. Всем привет друзья, вы на канале Воин и тут только самые свежие новости из мира бокса. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Чемпион WBA в первом тяжелом весе Крис Билам Смит пройдет первую защиту своего титула 10 декабря в родном Бормуте в поединке против Матеуша Мастернака. Этот бой анонсировала британская промоутерская компания «Боксер». Смит завоевал чемпионский титул в мае этого года в бою против Лоренса Аколи. А Мастернак в это время был обязательным претендентом на титул IBF в этом весе. Но в июне отказался от боя против чемпиона IBF Джея Питая. Жанкош Тураров планирует вернуться на ринг в декабре этого года. По сообщению источника близких ситуаций, Тураров проведет защиту своего чемпионского титула IBF в первом полусреднем весе. Соперник еще неизвестен, но ранее отмечалось, что претендентом является немец Тимо Шварцков. Названы планируемые соперники Сауля Альвареса на 2024 год. По словам инсайдера Сальвадора Родригеса, команда Сауля планирует встречу с двумя другими мексиканцами. Бой с Хайми Мунгей планируется на май, ожидаемый поединок с Давидом Беновидесом на сентябрь 2024 года. При этом Беновидес уже долгое время является обязательным претендентом на титул Канело. Уроженец Казахстана Роман Фрес одержал досрочную победу над Милосамом Савичем. Их поединок состоялся в Германии и был запланирован на 10 раундов, но не прошел всю дистанцию. Сначала Фрес отправил соперника в нокдаун, а после бросился добивать Савича, вынудив рефери вмешаться и остановить бой. Таким образом Фрес одержал победу техническим нокаутом и завоевал титул Айбио Интерконтинентал в первом тяжелом весе. Глава топ-рэнг по парам сообщил, что свой следующий бой Василий Ломаченко должен провести против Джорджа Камбососа в начале следующего года. Мы хотели, чтобы Лома подрался в декабре, но он сказал, что хочет взять отпуск до конца года. Так что сразу после начала следующего года, возможно в феврале, мы устроим для него большой бой. Мы планируем организовать ему поединок против Джорджа Камбососа в Австралии. Будет ли на кону стоит титул? Да, все правильно. Так он может вернуть себе титулы. Если Ломаченко победит Камбососа, то подерется с другими легковесами и в конечном итоге с Шакуром Стивенсоном. Тейсон Фьюри прокомментировал слух о том, что Мартин Баколи отправил в нокаут Александра Усика во время их спарринга. Я могу поверить в это. Баколи большой гигант, он умеет бить. Мартин очень хороший боец. Супер тяжелый вес – это супер тяжелый вес. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам и не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!